Микс Ньюс У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 Здравствуйте, это программа Разворот. Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская. И в гостях у нас бывший депутат Европарламента, политический деятель Альфред Трубекс. Добрый день. Добрый день. Всех поздравляю с праздником. Я только что прибыл от памятника освободителям, народу много, и там тоже ждут моего слова. Ну вот после нашей программы я знаю, что вы туда поедете, хотя повод для вашего приглашения сегодня именно в эту студию – это День Европы, о котором мы поговорим чуть позже. Ну да, вы уже сами упомянули 9 мая, и что каждый год вы присутствуете там и выступаете, в общем-то, со словом, и возлагаете цветы, это тоже освещается. И при этом вы были евродепутатом второго захода, скажем так, и вот сочетаете в себе вот эти вот две роли, как и Латвия, наверное, сочетает в себе эти две роли. И европейского государства, но при этом традиции и какие-то вот праздники, в том числе День Победы, конечно же, 9 мая большинство все же у нас празднуют именно в этот день. Как вы себя в этой роли чувствовали, и будучи, например, в Европарламенте, что все равно вот так вот на две стороны получается? Ну, я не считаю, что это на две стороны. Две разные площадки – это да, но идея и зов сердца, души, моего ума, он одинаковый. Работа Европарламента, мы вместе с депутатами из нашей фракции, левые, зеленые, европейские, из Чехии, организовали выставку. Тогда было 65 лет Победы, но там такая ситуация, что так слово Победы там нельзя писать, поэтому нам пришлось поправить. Мы поправили 65 лет мира, 65 лет без войны. Это была фото-выставка, мы обратились с просьбой к российскому посольству и соответствующим специалистам, чтобы нас обеспечили там фотографиями, потому что, ну, всякие из газет и рзацы такие есть, а настоящие фотографии, раз мы такую выставку замахнули сделать, надо иметь оригинал, что мы имели. И выставку сделали в очень таком видном месте, там, куда все ходят по пути, значит, на обед, на ужин, на завтрак, мимо не пройдешь, хочешь не хочешь, завернешь, нам дали хорошее место. И там мы ее выставили на открытие, присутствовали руководство нашей фракции, наши депутаты, другие многие. Но депутаты из Латвии, кроме тех, которые и здесь участвуют в наших мероприятиях, другие не были, зато остальные все посетили хорошо. В итоге мы, значит, издали такой небольшой видео-альбом этих фотографий 65 лет мира. И я действительно считаю, что создание этого союза обеспечило то, что уже заслуженно получил этот союз премии мира Нобелевскую, этот союз обеспечил то, что жили эти годы после Великой Отечественной войны без войны. За исключением того, что сделало НАТО и Соединенные Штаты Америки, это разгромили Югославию, раны которой еще сегодня не зажили, и сегодня там еще много разных суждений, разных эмоций происходит. Так что это была такая площадка. Ну а здесь я был тем, кто во время мерства которого, во время, когда я был председателем горесполкома, этот памятник строился. Помню, как собирали деньги, помню, как я ездил в Москву, значит, в Министерство культуры, там получал последние согласования, потому что одну фигуру надо было поменять, одну скульптуру. Там, где родина мать, она была несколько другая, но был такой ракурс, когда солнце в определенном месте светит, может, это кто-то и специально сделал, но так можно было заподозрить. Там высвечивается этот самый кашек, рост, значит, свастика. Ну, поэтому все согласовали, сделали, построили. Денег не хватало, люди платили, ну, теперь наши оппоненты пишут, что там, значит, принуждали платить, и все. Такая была традиция, что люди соглашались, чтобы каждому не ходить, не бегать куда-то, соглашались, что отчисляют от зарплаты. Ну, ту сумму, на которую он согласен, на которую коллектив расширил. Я здесь не вижу никакого ни принудилок и ни тому подобного. Поэтому этот памятник очень дорог нам. Вы сказали, что в стенах Европарламента была организована выставка. Как европарламентарии из других стран реагировали, интересовались, относились, спрашивали, почему 9-е, почему не 8-е мая? Ну, этот вопрос вечно обсуждается, но я пытался разобраться, написал нашу газету «Социалист Латвий» статью по этому поводу. Дело в том, что в той капитуляции, документе о капитуляции, безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, было написано, что всякое сопротивление на суше, на воде и в воздухе прекращается с 24 часов 1 минуты. А поскольку время было разное в Москве и среднеевропейское, в Москве это было уже не 8-е, а это было уже 24-е, 0-1 минута. Кого и за что упрекать? А я всем и в Европе говорю, да празднуйте хоть 29-го или 28-го, ну празднуйте. Это действительно величайшая победа, мы же освободились от фашизма. Сейчас все тут выступают, вот-вот, Атмода, все остальное. Атмода вам дал не Гитлер. Гитлер нарисовал на своих картах Остланд здесь, никакой Латвии независимой не было бы, или Эстонии, или Литвы. Это надо ценить, и уж во всяком случае не оскорблять то поколение, которое ценой огромных жертв и разрушений собственной страны, не они разрушали, а фашисты разрушали, добились победы над фашизмом. Даже такие сильные страны, как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, тогда стали на сторону Советского Союза, да, и, конечно, чем могли, или чем хотели, точнее говоря, обеспечили совместно эту победу. Я сейчас неоднократно говорил, я буду жить до тех пор, пока на флагштоках около памятника здесь, в Риге, освободителям взовьются и флаги наших союзников по антигитлерской коалиции. Там имеют право занять и флаг Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции, где были большие сопротивления. Вы думаете, это возможно? Это только политическая воля, и не более, и не менее. 9 мая для европейцев – это больше день Европы, уже признанный, с 1950 года празднуется этот год, и в этом году Латвия отпраздновала 15-летие в Евросоюзе. Вы были, вот я уже сказала, что не в первом заходе, а во втором. Как вы себя чувствовали в Европарламенте, Латвию как принимали? Серьезно к ней относились? Ну, там ко всем серьезно относятся. Там какого-то фырканье, грубо говоря, на какого-то депутата, из какой бы ни было страны, что бы он ни говорил, это его право. Это та трибуна, где ты имеешь право говорить то, что ты думаешь. Да, нельзя призывать к насилию, нельзя одобрять там, значит, всякое насилие, которое творится в других странах, против этого надо бороться. А так к нам относились хорошо, нормально. Я только скажу, что там нечего делать тем, которые вообще не были ни депутатами, ни кем там. У меня за плечами был большой достаточный богат, я был депутатом и Союза, и, ну, пусть кому-то не нравится, но членом Политбюро, то есть я занимался вопросами масштаба всего Советского Союза, я уж не говорю о депутатах города и района, да, я представлял то, что я могу быть, где я могу быть полезным в фракции, это восприняло все, значит, и дали мне, правда, Латвия долго считала голоса, тогда не могли посчитать, кто же, в конце концов, Латвия избран, потому что правящие партии не хотели, чтобы туда был избран Рубикс, я благодарен этому невозможность поблагодарить весь народ и тех избирателей, которые меня, значит, выбрали в евродепутат, я там получил очень хорошую школу и признание, и все остальное. Я даже книгу свою, требую признать невиновным, сумел перевести на английский язык и распространить через депутатов, значит, во всех странах. Поэтому отношения ко всем одинаковые, но, конечно, те, у кого есть больше голосов, те определяют, поэтому если сейчас я слышу по радио, по телевидению говорят, вот, я добьюсь парень или девушка, ничего ты не добьешься там, если не будет большинства, потому что там документы готовятся очень строго, очень тщательно и очень, так сказать, разносторонне обсуждаются. Мне приходилось, правда, один раз только, потому что там больше дают руководить подготовкой документов тем, кто работает уже подольше в Европарламенте, я был избран первый раз, но я столкнулся с тем, как, значит, эти все фразы и все возражения по правке перевести на 20 там с лишним языков, у многих даже таких понятий нет, таких обозначений, и вот эти долгие споры, всё, оно идёт, всё очень дружно, никто кулаками по столу не стучит и никому, что называется, рот не затыкает и не обзывается, да, спорит горячо, ну, культурно. Поэтому хвастаться и говорить, что я сделаю, я поддержу, да, поддержишь, если такое предложение будет. Но так я боролся за восстановление производства сахара в Латвии. Крестьяне, мои избиратели, которые за меня голосовали, очень просили. Было создано общество, значит, возобновление производства сахара в Латвии, потому что, тем, кто не знает, напомню, когда сдали третий сахарный завод в Латвии, то Карл Суман, с утром выступая по радио, всех поздравил, кто проживает в Латвии, и сказал, что с этого утра каждый из латвийцев может себе в стакан чая сыпать не две, а три ложки сахара. А мы взяли все, выплеснули вместе с водой весь сахар. Ну, я сделал тогда международную такую конференцию здесь, в Риге, внимание прессы было нулевое, да, пришли, посмотрели, послушали, но этом всё кончилось. Видимо, редакторы побоялись идти против линии Латвии, потому что и там в Европе говорят, что вы боретесь, вы же согласились, вы подписали, получили компенсации, а теперь вы хотите, чтобы, значит, вам увеличили и разрешили делать. Делайте, но за каждую тонну сахара, который будете производить и продавать за границу, вы будете платить в два раза выше цену, что было невыгодно. Хотя уже мой родной политехнический институт, мне была честь которой окончить и разработал предварительную схему, как могло бы остановиться производство сахара, какой должен быть завод, но мы получили ответ, устные правды, письменные нам никто не дал, и не мечтайте, так ответило Министерство сельского хозяйства. Хотя крестьяне, я собрали, они больше 600 подписей, и для того, чтобы произвести то количество сахара, которое надо, там надо было большое количество произвести сахарные свеклы, сейчас на память уже не помню, но это были сотни тысяч тонн, и крестьяне были готовы это делать. Но всех одурманировали рапсом, рапс очень тоже опустошает землю, и не каждый год рождает, дает хороший урожай. Кроме того, там обработка рапса, значит, во время цветения мешает пчелам и так далее, но это уже другая проблема. Так что просто говорить, а меня кто поддержал? Меня поддержала Германия, я поехал, депутаты не все, часть, я поехал в Германию на завод «Зюдцукер», большой такой завод, современный, никого он не загрязняет, ничего, очень хороший сухар, сахар производит. Ну, остановилось все тем, что и не мечтайте. Вот мечты остались, а сахара своего нет. 672-12-93-9, 672-13-93-9, вы можете звонить нам, задавать свои вопросы. Сегодня в развороте мы, внимание, решили уделить Дню Европы, которая тоже 9 мая отмечается. Вот ваши отношения, если чуть-чуть еще параллели проводить, говорят о том, что 9 мая может стать выходным днем, для кого-то это в любом случае будет праздник Победы, но официально это может стать Днем Европы, только если Европа так решит и примет. Для вас было бы принципиально, если бы 9 мая была официальным днем, как День Европы, но для вас и для еще какой-то части людей это было бы внутри День Победы? Для меня лично это не было принципиально, я уже сказал, что празднуйте только 29-го или 28-го, но празднуйте. Если это будет официальный такой День Победы над фашизмом, ну раз мы в Евросоюзе, и Союз такое примет решение, были в Советском Союзе, праздновали тогда, сейчас такое. Но чтобы это было, чтобы это было на государственном уровне, а не просто на общественных началах. Если про деньги говорить, вот вы про сахар начали говорить, и что были компенсации выплачены, и когда-то во время вашего евродепутатства вы говорили о том, что Евросоюз не создан для того, чтобы Латвии помогать, чтобы Латвия сильно не расслаблялась и на эту помощь не рассчитывала. Но сейчас все чаще приближается вот этот конец выплат, бюджет, и сейчас новый бюджет, и все чаще говорят о том, что вот мы не знаем, какие деньги будут, европейские деньги на дороге заканчиваются, европейские деньги крестьянам непонятно, какого размера будут эти выплаты, и в любом случае мы от Евросоюза зависимы. И вот такая зависимость настолько, ну что вы можете сказать, хорошо, плохо? Пациентная зависимость, потому что денег есть столько, сколько есть, это установлено Лиссабонским договором, кое-сколько, кто и другими документами, сколько каждое государство должно платить, есть только мы вносим, там это не меняется каждый год или каждый созыв. Мой был седьмой созыв, как восстановили, значит, до этого все созывы, так это было, и сейчас денег не будет больше, наоборот, будет меньше, и здесь с этим Brexit, там с выходом, но в Европе нас упрекают в том, что, допустим, те же платежи крестьянам, мы ей очень сортируем, и не очень согласуем с тем, что и кто выращивает. Поэтому посмотрите у себя, поскребите по сусекам, и найдите свои внутренние резервы. Я напирал в своих выступлениях на то, что, ну, и агитировал за то, что вы посмотрите, мы получаем только где-то 60% от среднего по Европе, а, значит, остальные получают больше. Они говорят, ну, вы же такие документы подписали, это правда. И там каждому по тем документам, которые они подписали. Я начал интересоваться, кто же подписал. А подписал Сандр Калнете, будучи тогда заместителем или министром иностранных дел, и Калвитис, премьер, все, подписи, поэтому подпись депутата отозвать, или подпись группы депутатов отозвать это не может, потому что другие все выступают, а за что на нас наказываете, мы должны получать меньше. Но надо прерваться на новости рекламы, не переключайтесь, во второй части мы продолжим и созвонимся с первым евродепутатом от Латвии Рихардом Пиксом. Мы продолжаем программу «Разворот». Бывший евродепутат, политический деятель Альфред Рубик сегодня у нас в студии. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Можете звонить нам, задавать свои вопросы. И в WhatsApp тоже можете нам писать 230-6191. Говорим мы сегодня о Дне Европы. Уже несколько лет предлагают пройти экзамен на портале esmaya.lv. Насколько гражданином Евросоюза ты являешься. Вы не проходили этот тест, экзамен? Нет. Пробовали? Нет, нет. В общем, все желающие могут попробовать esmaya.lv. до 20 часов сегодня пройти этот тест и даже какие-то призы предлагают тот, кто поучаствует. Мы продолжаем тему Евросоюза и вот этой роли Латвии в Евросоюзе. Вы сказали, что достаточно уважительное отношение было, но все равно нас мало. И у нас, в смысле, представители Латвии. И голос у нас, возможно, не так громко звучал. Вот для того, чтобы получить какую-то поддержку, насколько часто вам приходилось общаться лично и насколько это принято в Европарламенте? Потому что мы знаем, что у нас можно там 100 человек с одним поговорить, с другим поговорить, с третьим поговорить. В Европарламенте вот в этих масштабах, насколько это возможно было? Там вообще уже годами наработана такая практика, что если ты хочешь с какой-то идеей выступить и предложить, то надо с товарищами, с господами, которые по этим темам работают в других фракциях, а наша была небольшая, у нас было 53 человека только из 750, поэтому маленькая, ясно, что с другими надо говорить. И это делается. Там достаточно много разных презентаций, там в один вечер каждый день по 2-3 презентации. Кто-то что-то презентует, кто выставку открывает, кто какой-то вопрос обсуждает. Заходи, пожалуйста, если смелости не хватает, выпей чарку вина и, значит, закуси печеньем и дискутируй. Не возбраняйте. Да, и тут возникает действительно вопрос. Значит, моё слабое место было то, что я плохо знал. Я мог по данной узкой специальности понимать, читать и понимать, о чём речь идёт, но не выступать, не говорить не мог. Судьба сложилась так, что я когда после войны учился в школе, я изучал немецкий язык, я его почему-то лучше запомнил, а когда учился в техникуме, нам преподавали английский. Но там всего один год. Ясно, что я только азы такие там понял. Поэтому то, что я не знаю, это не значит, что не знал, вернее, да? Это не значит, что язык там не нужен. Нужен. Там хороший перевод, на 20 с лишним языков синхронно всё переводится, всё, никаких ограничений. Это бесплатно, это никому платить не надо так. Но вот в этих общениях, ну, кстати говоря, латышский там мало кто знает, нет, я даже не встречал таких, кроме своих депутатов из Латвии. Но многие знают русский язык. Многие кончали российские вузы в советское время, а теперь работают на различных должностях или работали, а сейчас избрались. Поэтому проблем нет. Кстати, когда создавались группы межпарламентского сотрудничества, то моя группа была рада, что есть человек, который хорошо знает русский язык, и мне отдали все республики Высшего Советского Союза, весь Кавказ и всю Среднюю Азию. Так что я был богатым. То есть это ещё один язык общения, помимо английского, наверняка, один из главных. Да, но там тоже английский, немецкий и французский. Ну, англичане довольно раз английский язык, французы их поменьше, тоже так, что нравится, что не нравится. А немцы говорят, почему вы нас делаете англичанами? Три языка, вы 70 с лишним процентов документов переводите только на английский язык, а на французский и немецкий нет. Ну, это факт, да. Те вопросы, которые голосуются, те все переводятся на все 20 языков. Письменном виде всё это, горы, тонны бумаг. Это же сколько деревьев можно сэкономить. Да, не только деревьев, но и другие виды растений, из которых делают бумагу. Но это там поставлено хорошо. Я не знаю ни одной организации в мире, включая Организации Объединённых Наций, где так чётко была поставлена вот эта работа. В моё время, значит, вот обслуживающий персонал, этот секретарь, был более 1200 переводчиков. За сколько могли, например, вот сегодня какая-то инициатива прозвучала, и вот на следующий день уже на все эти 21 там с лишним языков было переведено? Нет, там загрузка такая, что нет, ничего не получилось. А, перевести? Да. Ну, если это документ, который саймом одобрен, то есть парламентом одобрен, да, через день-два. Уже на все языки Евросоюза переведено? Да, на всех языках, да. Иначе другие, вот, например, каталонцы из Испании, всегда начинали своё выступление так. Вот я каталонец, представляю Каталонию, избиратели её, а вынужден здесь говорить по-испански, потому что каталонского языка нет. Ну, это вот так. Ну, каталонцы получили то, за что боролись. В хорошем смысле я имею в виду, я им желаю успеха в борьбе. Надевайте наушники, примем звонок, и после этого будем звонить первому евродепутату от Латвии Рихарду Пиксу. Добрый день. Добрый день. Я очень рада, что вы пригласили такого гостя к себе. Я, правда, Рубикса, очень хорошо помню, сколько он сделал для Риги, как он наводил порядок в нашем министерстве местной промышленности. И потом, когда он был первым секретарем ЦК. И я слышу, у него очень хороший, бодрый голос. И я вам желаю ещё дальше очень активной такой деятельности. Поздравляю с праздником. И спасибо вам за ваших сыновей. Спасибо вам огромное за оценку, за пожелания. Вам всего самого доброго желаю. Вы вот рассказали про этот аппарат, достаточно большой, который именно администрация в Евросоюзе. От Латвии, когда евродепутаты переезжают временно в Брюссель, вы можете с собой брать помощники, помимо этого, секретарей, переводчиков? Или там уже на месте есть переводчики, например, на латарский язык? Нет-нет, там порядок такой. Депутату выделяются деньги. В моё время это было около 6 тысяч ежемесячно на оплату помощников. У меня было 5 помощников. Из них трое работали в республике, и двое в Брюсселе. У нас на прямой телефонной связи Рихард Пикс. Добрый день. Добрый день. С вами Рихард. Альфред Рубикс у нас в студии сегодня. Добрый день. Расскажите, вы были одним из первых евродепутатов, которые поехали в Евросоюз от Латвии. Как вы можете вспомнить, каково было обживаться в этой роли на новом месте и, грубо говоря, создавать вот эту репутацию и лицо Латвии в Европарламенте? Ну, во-первых, до этого был такой статус наблюдателя нам, кандидатским странам, до того, как мы вступили. Это уже было с 2002 года. И я эти два года был в этом статусе наблюдателя. Ну, это раз в три недели. Мы участвовали в пленарных заседаниях. И, значит, там уже была возможность в это время ознакомиться и с порядком, и с людьми. Тем более, что в то время в Латвии еще существовала народная партия. И я был ответственным народной партией за внешние связи партийные. И в этом смысле входил в Европейскую народную партию, политический комитет Европейской народной партии, где встречались ведущие министры иностранных дел и премьеры европейских стран. Так что, ну, для меня, конечно, сам парламент, но система как такова, ну, я успел изучить ее. — Та компания, в которую вы поехали в Евросоюз, вы, ну, вот, знаете, представляете, как, не знаю, едут в лагерь летний, например, дети. Они так вот держатся особняком чуть-чуть между собой. Не было такого? — Нет, не было такого. Ну, во-первых, надо было понять, как работать в Европарламенте. Многие, многие считают, что самое главное выступить на пленарном заседании, потому что там тебя заметят журналисты. Но основная работа происходит в комитетах и рабочих группах, которые подготавливают решения. И там надо смотреть, кому еще из больших стран, у кого, ну, побольше количество депутатов, чем у нас, я всегда смотрел, вот, кому из тех стран, скажем, Германии, Франции, объемное королевство, Италии, кому из этих стран, у которых побольше места, еще мог бы интересовать вот такое же решение из оконопроекта или какой-то поправки, такое же, как у нас. И тогда находил общий язык. Так и работал. — Стратегию устраивали? — Простите? — Стратегию устраивали? — Ну как, устраивали беседы. И многое, многое, что в рабочих группах, в кафе договаривались, что и как и так далее. И я говорю, что у меня, ну, большая поддержка была, то, что я был депутат в этой группе Народной партии, Европейской Народной партии, которая была самая большая группа в Европарламенте. И всегда я мог найти поддержку там, если был какой-то важный вопрос для нас. — Не только для... — Да, прежде. — Не только для вас был первый опыт быть евродепутатом от Латвии, но и для латвийцев, иметь евродепутатов и представителей в Европе. Вот те люди, которые за вас голосовали, просто латвийцы. Какие у них были ожидания? Приходилось ли вам как-то их иллюзии разбивать чуть-чуть? Возможно, нам, латвийцам, представлялось, что вот теперь мы громко сможем заявить о себе и так далее. — Ну, вроде нет, но я регулярно, когда я, ну, там, раз в месяц недели, которые ты можешь быть дома, я всегда, ну, назначал возможные встречи. И это было в Риге, и это в Резекне, я представлялся. И там люди помогли организовать, то есть давали сообщения в местной прессе, что имеет возможность вот с депутатом говорить или что-то, ну, хочет выразить или пожаловаться над чем-то. Так что, ну, не могу сказать, что как-то, как-то, ну, упрек во всем случае я не получал. Труднее было, может быть, по началу депутатам из Латвии, которые были в разных политических группах, между собой согласовать нужные, может быть, решения. Ну, в основном это тоже удалось, несмотря на то, что были, ну, разные там политические группы. — Спасибо. Один из первых депутатов от Латвии в Евросоюзе. Рихард Бикс был у нас на прямой телефонной линии. Спасибо и удачи. — Спасибо. — Я напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Можете звонить, задавать свои вопросы. Не так много времени до конца эфира у нас осталось. Примем звонок. Добрый день. — Здравствуйте. Александр говорит. Уважаемый Альфер Петрович, студия и все здравомосящие люди, слышащие меня, поздравляю вас с таким великим праздником. Это скорбь, слезы и радость. Это великий праздник. Альфер Петрович, я очень хорошо помню, когда вы работали первым секретарем горосполкома, я работал в водоканале, вы, наверное, знаете, Бамбы Улдаса Яновича, я был его личный водитель, и я помню, какой порядок был у нас в городе. Не дай бог, какая-то авария или еще что-то по воде или по канализации мгновенно все решалось с вашей помощью, с нашей помощью. В общем, я хочу выразить глубочайший искренний восторг, какой вы был. Есть преданный человек. Вы единственный человек, который политический, заключенный, я считаю, в Латвии, который не предал свои интересы. Низкий вам поклон и шляпу снимаю перед вами. Спасибо. Спасибо вам большое, Александр. Я хочу сказать, в чем секрет, почему службы слушали. Потому что я в работе этих служб я понимал, что что значит нет воды, нет отопления, не уходит канализация. На все более-менее крупные аварии, которые диаметр трубы больше 150 миллиметров, я выезжал лично. Вечером, утром, ночью, когда угодно. Перед Новым годом, вот когда у нас прорвало теплотрассу диаметром 400 миллиметров, в новостроящемся районе, Пурсиемсе, по-моему, это было. И перед Новым годом, мороз 28 с лишним, все уже празднуют, а там надо спасать, потому что детские садики, дома все остаются без отопления. Я тогда использовал, это наука, пусть послушают те, кто сегодня работает, использовал права начальника гражданской обороны, не начальника штаба, начальника гражданской обороны, начальник штаба военный, издал, подписал приказ, и сразу из судоремонтного завода получили сильные вентиляторы, чтобы отсасывать пар и горячую воздух из этих труб, все, и к утру было все сделано. Было и такое, где приходил, ну, Грешин, значит, работяги сказали, мы туда, на глубину 3 метра, в эту вонь, где прорвало канализацию, в Иммонте это было, не полезем. Я говорю, ну, людям-то надо. Да, надо. Ищите технику. Я говорю, а ну что надо? Один работяга говорит, ящик водки. Я водитель говорю, вот давай, привози ящик водки, если они согласны. Ну, я скажу, что это действительно было то, где так нормально человеку не выдержит. Сделали, правда, там прошло больше, чем по ночи, только утро еще прихватили. Я лично принимал участие. Я, например, работал над тем, чтобы вводить оплату аварийным службам не по количеству вызовов, а по количеству снижения вызовов на территории, которые обслуживаешь. Не то, что приехал, тяп-ляп сделал, через неделю опять поеду, опять мне прибавить к зарплате. Нет, если год не приезжать, будешь получать больше, чем если каждый день приезжать. Вот пусть берут науку эту себе, нынешние руководители. Примем еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Хочу присоединиться к поздравлениям всех с праздником Дня Великой Победы. Альфред Петрович, пожелать вам всего доброго, долгих лет. Хотел вопрос задать следующего характера. В связи с тем, что в Совете Европы сейчас по правам человека Россия лишена голоса, видите ли вы возможным части населения, которое называется не граждане, предоставить ли этот голос на этой площадке? То есть, юридически это возможно или нет? И вообще, ситуация о том, что Российская Федерация, несмотря на то, что не прописано в ООН, в Совете Безопасности, почему не граждане, как правообладатели, прав на советское достояние, не имеют права голоса ни в Совете Европы, ни по правам человека, ни в ООН. Благодарю. Всего вам доброго. Спасибо. Да, спасибо. Это очень справедливый вопрос и возмущение. Все остальное у меня самого жена, Тамара, с которой мы прожили брак и 53 года, когда умерла, она была не гражданка, потому что она из Куйбышева, из России. Мы познакомились на заводе РЭС, где ее прислали после техникума, и я приехал по разнарядке после техникума. Вопрос этот, есть, так сказать, компетенции республики в рамках тех законов, которые приняты, республики должны решать эти вопросы без гражданства. Все понимают, вроде бы, но никто, я имею в виду за пределами республики, но никто не хочет ничего делать. Боюсь, что Россия придумает быстрее, чем Латвия, что надо делать. А, значит, это повторяет о компетенции страны, соблюдая все правила международные. Но у нас много международных правил сегодня не соблюдается, и никто за это не отвечает. Сейчас силен тот, у кого крупнее и жирнее кулак, который можно стукнуть по столу. Возвращаясь к роли Латвии в Евросоюзе, совсем уже мало времени у нас остается. Вот 15 лет прошло, к чему привело вступление Латвии в Евросоюзе, и стала ли это роль, стали ли мы чувствовать вот эту роль Евросоюза и Европы для нас, для латвийцев? На мой взгляд, Европу надо было, маленькая такая страна по численности, по своему экономическому мощи, как является Латвия, с малым числом населения, себя обеспечить всеми, вся, быть самостоятельной, не в состоянии. Нет таких стран. Поэтому помощь других стран, и взаимные, так сказать, проникновения, и науки, и культуры, и образования должно быть. Оно по мере возможностей происходит. Ну, чувствуем ли мы Европу? Я думаю, что мы чаще думаем, как обойти какие-то вопросы Европы, получить деньги, а более, на мой взгляд, то, что я вижу со стороны, мы больше всего слушаем Соединённые Штаты Америки. У нас уже люди с этим гражданством пробираются ко власти. Как не иначе расценить? Ещё один вопрос, который существует. Кто кому больше должен? Европа-Латвия или Латвия-Европе, Евросоюзу в частности, как вы считаете? По статистике, значит, на каждую единицу, ну, евро, каждый евро, который мы платим, носим, как взнос в общий котёл Европы, мы получаем назад больше. Не могу сейчас сказать два или три, но больше. Значит, мы всё-таки получаем. Мы получаем, да, безусловно. Латвийцы могут себя европейцами в полной мере назвать? Ну, кто гражданин, никуда не денешься. Ну, по ощущению. По ощущению, у нас народ разный. И если мы такую политику будем вести, как сейчас, игнорировать те, кто имеет не латышскую национальность, у нас вот, если у нас уже один депутат Латвии был, который во время предвыборной кампании, при выборах, перед выборами, вот последнего сейма, тринадцатого, пропагандировался как образец патриотизма, хотя он был иностранец и гражданин совсем другой страны, то мы докасимся до очень многого. Гордости мало. Что это за националисты, которые считаются, что они во власти, что это за крестьяне, которые считаются, что они во власти, а традиции не соблюдается. С нашим националистам больше гордости надо. Да не знаю, гордость или смелость, или самим чувствовать себя незамешанным ни во в чем. Вот я, когда меня судили, я наотрез отказался вообще давать какие-то показания, все потому, что я видел, что все надумано. Я даже так даже не думал, не то, чтобы действовать, а вот тут захотели осудить. А здесь надо тоже, надо быть смелыми, надо иметь убуждение. Спасибо вам, бывший евродепутат, политический деятель Альфред Рубикс был у нас в гостях. Спасибо, что пришли еще раз с праздником. Всего хорошего. До свидания.